Заявление о зачислении уже подали более 60 тысяч человек, на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. В агентстве науки и инновационной деятельности края говорят, региону на федеральном уровне выделили гораздо больше бюджетных мест, чем раньше, но распределились они иначе. Большую часть направили на технические специальности. Кроме того, почти на полторы тысячи увеличилось число бесплатных мест в магистратуру. Конкурс примерно сохранился на том же уровне, что и в прошлом году, но учитывая такое значительное увеличение мест, это говорит о том, что все больше выпускников стараются повысить свой уровень образования и решают получить следующий уровень и магистратуры, некоторые заканчивают магистратурой, идут в аспирантуру и защищают кандидатскую диссертацию. Остается работать в науке, в вузе. Среди сложностей нынешней кампании в приёмных комиссиях выделяют отмену испытаний по форме вузов для выпускников прошлых лет. Всем нужно было сдавать ЕГЭ. Другая трудность – невысокие баллы по математике среди выпускников, а также разделение этого предмета на профильный и базовый уровни. Упрощённый вариант рекомендовали сдавать тем, кто не собирается поступать в вуз. Для получения аттестата тройки за такой экзамен было бы достаточно, но не все выпускники правильно поняли нововведение. Некоторые сознательно на это шли, а некоторых как-то дезориентировали работники образовательных учреждений школ. Поскольку они говорили, профильный экзамен сдашь в вузы. Но в вузах теперь ЕГЭ не сдаётся. Всё сдаётся на школьном этапе. Единый государственный экзамен только там. И от нас ежедневно уходят десятки человек по той причине, что они пришли подавать документы, а у них базовая математика. Профильной нет. И поэтому не только мы. Любой вуз Российской Федерации их принять не имеет права. В этом году особые условия поступления были для крымчан. Жители Южной Республики могли поступить на льготных условиях в любой российский вуз. Интересовались они и красноярскими университетами, но до подачи заявления дело не дошло. Зато, например, в СИБГТУ отмечают большой наплыв иностранных абитуриентов. Из дальнего зарубежья это по линии министерства образования и науки нам отправляют обычно. Это и Сирия, Индонезия, Египет. А из ближнего зарубежья это и Украина, и Киргизия, это Дашкестан, Армения, Азербайджан. Мы разговаривали с родителями, они говорят о том, что в европейских городах очень часто или очень остро стоит межнациональный вопрос. У нас в Сибири очень спокойно. Среди наиболее популярных специальностей нефтегазовая отрасль, лечебное дело, компьютерная безопасность, юриспруденция. В педагогическом университете впервые за несколько лет отметили снижение спроса на психологию. В лидеры вырвался исторический факультет. Конкурс 15 человек на место. В СФУ самый высокий конкурс в институте нефти и газа. Около 10 человек на место. В приемной комиссии отмечают, на некоторых специальностях конкурс невысок просто потому, что бюджетных мест очень много. На многих инженерных специальностях у нас бывает и 100, и 200 мест. Например, достаточно популярное горное дело. Там у нас 225 бюджетных мест и заявлений на сегодня больше, чем огромное количество бюджетных мест. В этом году мы действительно отметили тенденцию, что те ребята, которые сдавали ЕГЭ по физике, их стало больше. И на инженерные направления конкурс повысился и даже лучше прошлого года. С другой стороны, уменьшились конкурсы на экономиках, в целом на экономических направлениях, на биологии и даже на химии. Первые приказы в вузах подпишут 4 августа. В этот день зачислят 80% абитуриентов. После чего у поступающих будет еще три дня, чтобы попасть во вторую волну и донести у университет оригиналы документов. Анна Московских, Александр Ермошенко, Андрей Крупнов. Новости. Продолжение следует...